МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 15.30 в Новосибирске области в прямом эфире канала ОТС Новости дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Пристальный взгляд со стороны на школы, больницы и госучреждения. Сегодня представители регионов Сибири, Урала, а также сотрудники Министерства труда РФ обсудили, как в каждом субъекте проводят независимую оценку качества социальных услуг. Такой контроль со стороны чиновников и общественников в прошлом году сделали обязательным. Очень важно, чтобы мы действительно не как чиновники услышали и увидели, смотрим показатели, анализируем сами для себя, что нам лучше сделать, а именно услышать от населения, что же нужно поправить в деятельности этих организаций. Отмечу, каждый регион выбирает форму независимого контроля за качеством услуг в медицине, образовании, культуре, спорте и социальной сфере. Где-то наблюдатели от общественников распределяют по профильным направлениям, где-то формируют общественный совет. Новосибирскую область за год реализации закона называют одним из передовых регионов. Правительство на местном уровне курирует деятельность общественников, но не мешает им давать оценку системы. Общественный совет при Министерстве социальной защиты и поддержки, где вошли люди, представители общественных организаций, услышать мнение. Запустили такую форму, как анкетирование поэтапного. Есть общественный совет в других министерствах. Пятница, 13-й. Сегодня гроза нерадивых автомобилистов, а именно так называют в Новосибирске трамвай номер 13, пригласил на экскурсию по своему маршруту журналистов. В компании коллег по цеху в мистическом вагоне проехался и наш корреспондент Николай Сальников. Он на прямой связи со студией. Николай, добрый день. Поделитесь впечатлениями со зрителями. Здравствуйте, Екатерина. Сегодня мы приехали в гости к работникам знаменитого 13-го трамвайного маршрута. Как известно, свою легендарность 13-й трамвай получил благодаря большому количеству ДТП, но никакой мистики в этом нет. Дело в том, что это очень серьезный маршрут. Его длина составляет более 10 километров. Он пересекает сразу три района Новосибирска. Если говорить о позитивных изменениях, то они есть. За последние несколько лет трамвайный парк этого маршрута пополнился 15-ю новыми машинами производства Белоруссия. Ну и есть то, что не меняется, невзирая на времена. Это зайцы. Ежедневно в каждом трамвае ловят более 10 человек, которые пытаются проехать за бесплатно. Более подробно о сегодняшней экскурсии мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо. Николай Сальников об экскурсии новосибирских журналистов по маршруту трамвая номер 13. Вы смотрите новости дня на канале ОТС. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные интернет-издания. Ведомости пишут о девальвации национальной валюты. На этой неделе, вернувшись из отпусков, граждане обнаружили. Их рублевые сбережения в очередной раз обесценились. За первые три недели августа доллар подорожал на 17, евро более чем на 23%. Министр экономического развития страны Алексей Уликаев прокомментировал ситуацию, цитирую, «Курс успокоится, но только тогда, когда нефтяные цены найдут точку равновесия, но никто знать не может, когда именно это произойдет». Конец цитаты. Представители некоторых розничных сетей и интернет-магазинов отметили резкий рост спроса на электронику и бытовую технику. Эксперты рынка, в свою очередь, предупреждают. Самая типичная ошибка россиян во время турбулентности на рынках – это паника. И стремление скупить все, что внезапно дорожает. Коммерсант сообщает, годовой план по расселению аварийного жилья в стране выполнен только на треть. И такие темпы и показатели не устраивают экспертов. Аналитики общероссийского народного фронта сомневаются, что за оставшиеся месяцы удастся достичь необходимых показателей. По данным Минстроя, в нескольких российских регионах все еще не выполнили прошлогодний план. В свою очередь, застройщики утверждают, чтобы полностью переключиться на решение проблемы расстеления аварийного жилищного фонда, весь строительный комплекс должен заморозить возведение остальных зданий. И российская газета открывается статьей под заголовком «Класс безопасности». По данным МЧС, к учебному году готовы 98% российских школ. С точки зрения пожарной безопасности, лучше всего ситуация в Центральном округе, а хуже дела обстоят в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. В России примерно 2000 школ, детских садов, интернатов находятся за пределами так называемого нормативного времени для прибытия пожарных. С 1 по 20 сентября во всех школах страны пройдут уроки безопасности. Детям покажут, как пользоваться огнетушителями и что делать во время эвакуации. Другим темам. Подготовку детей к школе проконтролируют судебные приставы Новосибирской области. Сегодня родители, которые не платят алименты, собрали, чтобы выяснить причину долга, напомнить об обязанности и ответственности за ребенка, если необходимо помочь с трудоустройством нерадимым папам и мамам. Подробности расскажет наш корреспондент Екатерина Каменева. Екатерина, добрый день, вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Сегодня сейчас в здании управления судебных приставов находится 25 должников-алименщиков. Сюда эти люди попали не по собственному желанию, а с помощью постановления о принудительном приводе. С 6 утра судебные приставы совершали рейд по квартирам должников. И вот эти люди здесь им рассказывают о возможностях бесплатного обучения и вариантах трудоустройства. Всего в Новосибирской области 19 тысяч алиментщиков, 90% это мужчины, больше 9 тысяч не выплачивают алименты, а около 2 тысяч человек скрываются. Подробнее в вечерних выпусках новостей. Екатерина. Спасибо. Екатерина Каменева о ситуации с долгами по алиментам. Продолжаем выпуск. Плоды разных форм, размеров и вкусов. Сегодня новосибирские фермеры и седоводы похвастались достижениями. Как вырастить, несмотря на паводок и прочие погодные аномалии, чудо-фрукты и чудо-овощь. Новинки урожая уже оценила наш корреспондент Алия Арзаева. Алия, добрый день. Ждем от вас впечатлений и, видимо, рекомендаций. Выставки достижений садоводства, где представлено больше 300 перспективных сортов овощей, фруктов и цветов, которые выращивают новосибирские садоводы. Выставка будет работать на протяжении двух дней и жюри оценит представленные экспозиции по восьми номинациям. Садоводство, огородничество, виноградарство, дачный дизайн, цветоводство, визитная карточка клуба, флористика и дачные фантазии. Особое внимание посетителей привлекли десятки сортов винограда, которые выращивают в Новосибирской области, а также наши сибирские арбузы. Подробнее об этом я расскажу в вечернем выпуске новостей. Екатерина. Спасибо Алия Арзаева об успехах новосибирских садоводов. И в завершении выпуска о спорте. Билеты проданы, билетов больше нет. На первую домашнюю игру хоккейной Сибири с Питерским СКА уже нет свободных мест. Тем временем наша команда продолжает выездное турне и сегодня вечером сразится с Витязем из Московской области. Рассказывает Кристина Берлизова. Билеты на первые четыре домашних игры в интернете раскупили за 50 минут. Повышенный спрос на первый матч против овладателя Кубка Гагарина Питерского СКА. Любителям хоккея хватило 15 минут, чтобы раскупить все билеты. Гранды российского хоккея приезжают в Новосибирск не так часто, а тем более СКА. Очереди по традиции две. Одна живая, другая по талонам. Их уже второй год выдает Алексей. Остались еще талоны? Нет, талоны то есть еще. Билетов не хватит всем. Талоны есть. Все отлично. Как настроение? Как настроение? Да прекрасное настроение. У меня вообще абонемент на самом деле. Друзьями беру, поэтому у меня отлично. Я в любом случае попадаю. Обладателям абонементов повезло больше всего. Их в этом году две тысячи. Всем остальным нужно либо успевать жать на кнопку «Купить» в интернете, либо с вечера занимать очередь в кассы. Что большинство болельщиков и сделало. Билеты на хоккей. Они готовы ждать и два, и три часа. Игре по телевизору предпочитают атмосферу стадиона. Когда ты радуешься с незнакомым человеком, который сидит рядом с тобой, ты реально понимаешь, что команда, она сплачивает этот город. Нравится атмосфера, нравится на стадионе, как все встречают команду, отдача команды болельщикам. Дома такого не ощутить. Услышать знакомое «Сибирь вперед» можно уже совсем скоро. Стадион снова взорвется от бурных оваций и аплодисментов 4 сентября. Новосибирцы сыграют с питерским СКА. Билетов на этот матч уже нет. Кристина Берлизова, Алексей Баженов. Новости ОТС. На этом пока все о других событиях в следующем выпуске новостей в 18.30. Я с вами прощаюсь до этого часа и желаю хорошего рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова